Сельское хозяйство Сегодня динамично развивающаяся отрасль, которая не сбавляет темпы производства во время кризисов, эпидемий и других глобальных бедствий. Большая часть специальностей здесь так или иначе связана с производством продуктов питания. Сегодня в рубрике «Наши профессии» мы расскажем о таких востребованных на мясоперерабатывающем производстве специалистах, как обвальщики и жиловщики. Прежде чем мясо попадет на прилавок, оно проходит длительный путь. Важный этап работы в этой цепочке выполняет обвальщик. Задача специалиста – с помощью ножа аккуратно отделить мышечную, жировую и соединительную ткани от костей. Причем сделать это надо быстро и без лишних надрезов. От четкости действия обвальщика зависит цена конечного продукта. Александр Нужных в профессии 18 лет. На мясоперерабатывающем заводе компании «Промагра» трудится с открытия. Обваливает шейно-лопаточный отруб за считанные секунды. У меня мама 40 лет обвальщиком отработала. Как бы по ее стопам. Работал на всем. И на говядине, и на конине, и на баранине. На всем. Операции я выполняю все, которые есть на купе. Валка – это отделение мяса от костей, механизированное. Не аппаратами, а ножами, вручную. Скорость хорошая. Ну, как бы я уже ее выработал, сколько лет отработает. Александр Мармузов новую профессию решил освоить в 45 лет. Сменил водительское кресло и романтику больших дорог на работу на мясоперерабатывающем производстве и близость к семье. За полгода Александр показал хороший результат и уже имеет квалификацию обвальщика четвертого разряда. Мне нравится здесь коллектив и отдельные ребята, которые помогали. Помогали, подсказывали, поддерживали, как говорится, и словом, и делом. Когда осваивается, запоминается алгоритм движений, там уже движение, когда запомнишь, уже не скажу на автомате, но уже начинаешь где-то аккуратнее делать, где-то для себя что-то новое, где-то ребята также подскажут. Потому что, как говорится, как у рыбаков, сколько рыбаков, столько и менее, так же и здесь ребята. Каждый что-то по-своему делает, что-то подсказывает. И для себя уже выбираешь, как проще, как лучше, как работать. Мне еще много осваивать, у меня еще много неосвоенного. Многим кажется, что обвальщики только и занимаются нарезкой ароматных мясных кусочков. Но на самом деле работа – это довольно сложная, и не каждый с ней справится. Требуется не только физическая выносливость, но и острое зрение, хорошо развитая моторика, ответственность, умение сосредоточиться. Профессия преимущественно мужская. Женщины в основном занимаются жиловкой, отделением мяса от мелких костей, оставшихся после обвалки, а также сухожилий, хрящей, кровеносных сосудов и пленок. На мясоперерабатывающем заводе компании «Промагра» в смену через руки жиловщиц проходит до 110 тонн свинины. Именно они отвечают за товарный вид мяса. Елена Лазебная – опытный жиловщик 4-го разряда, трудится на предприятии 7 лет. Мне нравится моя работа уже сколько лет, 7-й год. Коллектив у нас хороший, руководство хорошее, достойная зарплата, самый сложный окорок и лопатка у нас. Там много всего необходимого нужно выбрать, чтобы была качественная продукция, узнать, как и с чего она происходит. Это мясная продукция, востребованная для людей. Кормим, создаем им настроение, благополучие, наверное, семейного. У нас большой сортирмент и выбор очень большой. Так что предлагаю нашу семейную продукцию. Освоить профессию жиловщика можно в любом возрасте, было бы желание. Марина Капленко – бывший продавец. Доход был нестабильный, зависел от сезона. А официальная зарплата всегда была низкой. Два месяца назад пришла на завод. Теперь и работа, и денежное вознаграждение. Все нравится. Все устраивает, все нравится пока. Моя мама работала на местокомбинате, я в курсе. Она всю жизнь на местокомбинате. Когда успеваешь, все нормально. Марина уже хорошо освоила работу стримером для снятия шпика. Работа только со стороны кажется простой. На самом деле прибор сильно вибрирует. Чтобы работать на этой операции, за дня в день нужны крепкие связки. Мне нравится. Мне нравятся отношения руководителей здесь. Помогают. Поначалу даже мастер подходил. У нас же видели, два триммера висит. Подходит и, если что, помогает. Постепенно под руководством опытных наставников Марина Капленко осваивает и другие операции. И, возможно, через пару лет уже она будет помогать новичкам постигать азы профессии. Ведь на Промагро созданы все условия для профессионального роста и карьеры. Промагро – это работа на современном производстве, дружный коллектив, возможность повышения профмастерства. Уровень заработной платы в Промагро – один из самых высоких в отрасли. На предприятии действует эффективная система мер социальной поддержки. Получить консультацию по трудоустройству и записаться на собеседование можно в отделе управления персоналом по телефону 45 04 47 плюс семь девятьсот пятьдесят восемь пятьсот шестьдесят шесть семьдесят восемь ноль два. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова